Масштабная спецоперация в Волгоградской области. Там задержаны десятки нелегальных мигрантов, которые трудились в теплицах, а жили в землянках. Вращивали огурцы, томаты и другие овощи. Химикатов не жалели. Чем обрабатывали растения и куда отравленные овощи должны были поступить, выяснял Игорь Крупчинов. Эти кадры правоохранителей Волгоградской области сделали после впечатляющего сдержания подозреваемых в незаконной миграции. Сотни человек, настоящий иностранный легион спецоперацию решили проводить силами нескольких ведомств. Уже в первые минуты рейда сельскохозяйственный лагерь, где квартировались гости из ближнего и дальнего зарубежья, замер. Брошенная тужурка на деревянном настиле, опустевшая гостиная, одинокая хозяйка, не успевшая спрятаться получше, едва не потерявший дар речи, рабочий. Вы здесь чем занимаетесь? Чем занимаетесь? По-русски говорите? Чуть-чуть. Чем здесь занимаетесь? Этого человека на полулегальном сельхозпредприятии полицейские застали за работой. В помещении, где он трудился, буквально навалены недорогие химикаты. Аммиачная селитра, азотные удобрения, хлористая кислота. На заводских упаковках предупреждение третий класс опасности. Попадание в грунтовые воды и водоемы недопустимо. Тут же в землянках возможны еще более ядовитые вещества. Но сами рабочие такие догадки опровергают и любезно демонстрируют процесс дополнительного опыления цветков томата раствором красного цвета. А вот в бумажном домике по соседству своеобразная химическая лаборатория, где, очевидно, выводят формулу роста овощей и синтезируют соединения. А что вы делаете? Крутим. Что еще раз? Почистим, крутим и все. Что и зачем здесь крутят, полицейским еще предстоит выяснить. Эксперты взяли для проведения анализа продукцию так называемого предприятия. Если результаты подтвердят определенные подозрения, правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности». Очень часто этот товар, этот продукт, эти огурцы, например, они не выдерживают никакой критики. Там зашкаливает количество пестицидов, часто они наносят вред здоровью и производятся, и тем более продаются без всякого санитарного контроля. Необходимо понять, куда поступала продукция. Как правило, именно из таких теплиц красиво и на вид, но сомнительной полезности овощей и фрукты в бесчисленных фурах отправляются в частные магазинчики и даже на прилавки крупных супермаркетов. Но пока правоохранители занялись вопросами водворения незаконных мигрантов с территории Российской Федерации. Выяснилось, что из 200 человек 44 трудятся здесь нелегально. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, привлекших иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Штраф в данном случае составит 800 тысяч рублей за каждого иностранца, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства. Жителям региона, фиктивно поставившим на миграционный учет прибывших рабочих, грозит уголовная ответственность. Это далеко не первый масштабный рейд в Волгоградской области. Журналисты нашей программы участвовали в аналогичной операции силовиков меньше года назад. Съемку велись десятка записывающих устройств, в том числе с воздуха. Размах поражает. Огромные угодья. Настоящие цеха по производству овощей. Иначе этот химический конвейер и назвать нельзя. Режим работы любое время года. Организовать такое по силам разве что настоящие триаде, открывшие нелегальный канал миграции, поставившие на поток фиктивную регистрацию иностранцев и контрабанду зарубежных химикатов. По нашим данным, аналогичные фермерские хозяйства работали в Николаевском, Быковском, Ленинском, Калачаевском, Градищинском районах Волгоградской области. Отсюда продукция уходила во все регионы страны. Полицейские намерены изучить каждое звено этой длинной цепочки. Вероятно, об этой истории не обойдется без громких задержаний. Игорь Крупчинов, Максим Мовчан, Иван Зуев. Вести. Дежурная часть. Продолжение следует...